Как работает министерство лжи? Короткий, но очень интересный ролик. Самое главное, меня поразило, что ничего подобного за последние годы о других дипмиссиях или диппосольствах я никогда не встречал. Итак, сама новость. При посольстве России в Аргентине нашли 389 килограммов кокаина, запечатанных в 12 чемоданах. Вот в этих интересных чемоданах в цветочках находилось почти 400 килограммов кокса. Телеканал «Дождь» со ссылкой на аргентинский интернет издания «Инфобел» сообщил, что наркотики обнаружили в дипломатической почте. По подозрению в причастности к хранению наркотиков задержаны по разным версиям пять или шесть дипломатов, в том числе бывший дипломат Александр Чикало. Естественно, как это все делается в России, как только поймался, так тут же стал бывшим. Как только попал в плен, сразу стал бывшим военнослужащим. Как только задержали с наркотой, бывший дипломат. Все понятно, схема отработанная. Наркотики обнаружили еще в декабре 2016 года, но только сейчас, после задержания, министр безопасности Аргентины Патрисия Бульвич рассказала о подробности этой спецоперации под названием «12 королев». Нет, ребята, интересно даже не то, что по дипломатическим каналам переправляли кокаин в Россию. Если бы порылись еще где-нибудь, нашли бы наверняка еще. Ничего удивительного. В Москве, знаете ли, при правительстве говорят, очень любят этим побаловаться. Интересно, как министерство лжи тут же переиначивает эту новость и то, что черное называет белым, а то, что белое называет черным. Итак, официальный представитель МИД Мария Захарова. Какая жалость, что в YouTube нельзя выражаться так, как ты хочешь в адрес отдельных людей. Ох, как бы я ее назвал, если бы у меня была такая возможность. Прокомментировала информацию о странном грузе. Она сказала, что касается появившихся в СМИ спекуляций о том, что указанный груз мог быть направлен за действием дипломатических каналов, то хотела бы отметить, что такая постановка вопроса показывает полное незнание механизма и порядка направления диппочты, содержание которой определяется, разумеется, нетехническим персоналом представительства. Пля-пля-пля. Мы удивлены, что эта тема освещается экспертами в кавычках. Некоторые из них договорились до того, что данный случай бросает тень на наше диппредставительство. Бросает, дорогая, бросает, хоть что говори. Все с точностью да наоборот. Успех данной операции был обеспечен именно эффективными действиями российского посла и дипломатического персонала, добавила она. Вот так-то. Именно российский дипломат помог раскрутить это дело. Именно он сдал своих подельников. Ну, а если бы не российская дипломатия, в жизни бы Аргентине не узнать, что там происходит. Но если хорошо подумать по логике Марии Захаровой, так это вовсе и не преступление, а победа, считает она, наша совместная с Аргентиной победа. Ура, товарищи!